Непогода в Украине. Всего ожидать в ближайшие дни. Ан-178-100П. На госпредприятии Антонов представили новый военно-транспортный самолет и возрождение жемчужины, как восстанавливают после пожара киевский костел Святого Николая. Вы смотрите новости Украины в студии Светланы Леонтьева. Добрый вечер. Задержки поездов до шести часов, переносы рейсов в аэропортах, ограничения для габаритного транспорта на дорогах и перебои на трамвайных маршрутах. Снегопады, шквальный ветер и туманы накрыли сегодня почти всю Украину. Сколько еще продлится непогода и не испортит лициклон новогодние праздники, узнавала Ирина Коваленко. В Запорожье практически все поезда пришли с опозданием сегодня утром. А местный аэропорт вообще не смог принять несколько международных рейсов. В частности, лайнеры из Турции и Египта вынуждены были приземлиться в Харькове. Ситуация на городских дорогах еще хуже, чем в небе. Водители, рискнувшие выехать, застряли в пробках. Или того хуже, в сугробах. Эти кадры сняли местные спасатели. За день они вытащили из кюветов. Три легковых авто, четыре грузовика и даже машину скорой помощи. В Запорожье коллапс. Красота. А это Николаев. Накануне ночью здесь прошел ледяной дождь. В итоге все дороги и тротуары превратились в каток. Электропровода не выдержали тяжести льда. Из-за этого в области обесточены десятки населенных пунктов. Похожая ситуация и в Одессе. В Кировоградской области вообще перекрыли одну из трасс и запретили движение грузовиков. На юге Украины дожди, а на западе угроза схождения лавин. От похода в горы пока лучше воздержаться. Особенно опасен поход на Черногорский хребет. Снегопады обрушились на Днепропетровскую и Луганскую области. Снег не прекращается уже вторые сутки. Дорог практически не видно. Общественный транспорт ходит с перебоями. Синоптики предупреждают в ближайшие дни. Нас также ожидают снегопады, дожди, гололед и сильный ветер. Будут опади у вигляді і снігу, і мокрого снігу, і також дощу в різних областях. Наприклад, по лінії Донецька, Дніпропетровська, Кировоградська область також може утворюватися ожилить. У Харківській, Луганській областях буде значний сніг разом з морозом. А ось, наприклад, більше південь, скажімо так, ближче до узбережжя морів. Там все ж таки буде більше опаду у вигляді дощу. Звичайно, це буде супроводжуватися і посиленням вітру, подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Но к Новому году обіщають потепление. Уже завтра холодний циклон начнёт уходить из України. Температура повыситься. Будет от 4 тепла днём і до 3 мороза ночью. Ірина Коваленко, Новости України. Приговор Мустафе Джемилєву. Окупационний суд в Крыму може вынести його уже в конце января или феврале. Об этом в комментарии нашому телеканалу рассказал адвокат лідера крымско-татарского народу Николай Полозов. Сегодня в горсуде оккупированного Армянска состоялось новое судебное заседание. Там представили результаты дополнительной баллистической экспертизы, патронов, карабину, которые хранились у Мустафы Джемилєва. Она установила, что такие патроны не запрещены для использования гражданскими лицами. Естественно, мы понимаем, что, по всей видимости, политический заказ на Мустафу Джемилєва и на это дело предусматривает обвинительный приговор. Естественно, защита предпринимает все усилия для того, чтобы полностью развалить позицию обвинения и для того, чтобы этот приговор, даже обвинительный, выглядел абсолютно ничтожным. Потому что мы понимаем, что в рамках российской юрисдикции, в любых инстанциях добиться справедливости по такого рода политическим делам невозможно. Создать предпосылки для того же Европейского суда по правам человека и принятие позитивного решения там, конечно же, сделать это необходимо. Напомню, 3 мая 2014 года Мустафа Джемилєв пытался въехать в оккупированный Крым, однако российские власти стянули спецназы и военную технику. Тогда лидер крымско-татарского народу так и не попал на полуостров, но оккупационные власти Крыма считают иначе. Они обвиняют Мустафу Джемилєва в незаконном пересечении границы, небрежном хранении агрессионального оружия и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Перевести личный состав, доставить оружие или легкую военную технику и эвакуировать раненых – все это может первый отечественный военно-транспортный самолет Ан-178-100П. Сегодня его представили на госпредприятии «Антонов». Впереди у судна еще летные испытания, но предприятие уже получило госзаказ от Министерства обороны Украины на изготовление трех таких бортов. На презентации побывала наша Лариса Зубенко. На изготовление трех таких военно-транспортных самолетов Ан-178-100П завод «Антонов» уже получил заказ от Министерства обороны Украины. За моей спиной вы видите два экземпляра. Еще один образец был создан для летных сертификационных испытаний, которые продолжаются до сих пор. Ан-178-100П – машина нового поколения. Ее проектировали на базе современных технологий мирового уровня. Самолет оборудован сотнями электронных вычислителей, что позволяет оптимизировать управление. Также в нем обновленная гидравлическая, кондиционирующая и электроснабжающая системы. Символично то, что Украина демонстрирует свою обороноздательность благодаря синергии, благодаря объединенным усилиям. Эта синергия – это запорукой нашей точной победы. И это будет не только три таких лета, а больше. Поэтому мы сегодня демонстрируем, что мы умеем строить, умеем летать и умеем себя защищать. Новый Ан приспособлен для транспортировки личного состава, доставки оружия, легкой военной техники, спецсредств и даже эвакуации раненых. Борт может перевести 78 пострадавших в сопровождении медиков, а общая его вместимость – 100 человек. В создании самолета принимали участие более 30 украинских предприятий. Детали доставляли из Европы, США и Канады. Заказ на строительство трех самолетов был выполнен при поддержке президента Владимира Зеленского. И сегодня мы уже видим первые плоды этого контракта. Первые летаки, которые в ближайшее время взлетят в небо и будут служить нашим военным силам. Сегодня мы уже подтверждаем не только успешность, а амбиции на новые контракты. Контракты для военных сил Украины, контракты для Министерства инфраструктуры, Министерства внутренних справ. Развитие украинской авиасферы и создание государственного авиаперевозчика Ukrainian National Airlines позволят обеспечить завод Антонов заказами на следующий год. Лариса Зубенко, Евгений Савчук, Новости Украины. Дефицита газа и электроэнергии в Украине нет. Об этом заявляют в Министерстве энергетики. И подчеркивают, на сегодня Украина использовала только четверть имеющихся запасов голубого топлива. А отбор в этом месяце из подземных хранилищ ниже прошлогоднего уровня. Также ведомства отмечают, плановые ремонты во время отопительного сезона недопустимы. Более того, пообещали разобраться, почему в декабре стали проводить значительно больше ремонтных работ, из-за чего в некоторых регионах происходили отключения отопления и света. Никакая квартира, дом, город, район или город, они не отключатся и не будут отключаться через нестачу электроэнергии. Держава выполняет свои обязательства о том, что доставило поставление электроэнергии. Едина причина отсутствия электропостачения – это проведение плановых или аварийных ремонтов. Держава выполняет операторы систем распределения, в частности, в Киевской области. При этом ключевое в том, что такие операторы, они приватные. И на них все равно укладывается обязательство обеспечить безперебийное посещение электроэнергии. Ковидная карта Украины становится желтой. Красную зону карантина в ночь на 30 декабря покинут Волынская и Запорожская области. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов с осылкой на решение Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В желтой зоне действует ряд ограничений. В частности, запрещена работа школ, кинотеатров, театров, ресторанов, кафе и спортзалов, если сотрудники и посетители не вакцинированы. Но если они имеют ковид-сертификаты или другие документы, подтверждающие, что прививка есть, они не болеют или переболели ковид-19, то такие ограничения снимаются. Более 5,5 миллионов украинцев подали заявки, чтобы получить 1000 гривен по госпрограмме ЕПетрынка. Ащатбанк уже перечислил свыше 3,5 миллиардов гривен. За них украинцы активно покупают книги, билеты в кино и на поезда. Об этом сообщили на традиционном селекторном совещании по противодействию ковид-19 в офисе президента. По данным Медздрава, двумя дозами вакцины против ковид-19 в стране привиты уже более 13 миллионов 400 тысяч человек. В Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают иммунизация самый эффективный метод профилактики ковид-19. По данным ведомства, 9 из 10 пациентов, которых в ноябре госпитализировали с коронавирусной болезнью, не прошли полный курс вакцинации. Медики также призывают носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и ковид-19, можно позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экранах. Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в Киеве. Сразу о нескольких подтвержденных случаях заражения сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Тем временем в ряде стран мира правительства усиливают карантинные ограничения перед празднованием Нового года, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости из-за штамма «Омикрон». Подробнее мои коллеги расскажут. В кино без попкорна, в спортзал без протеинного батончика. Во Франции ввели новые ограничения из-за резкого распространения штамма «Омикрон». Запретили продавать и употреблять еду и напитки в театрах, кинотеатрах, спортзалах и общественном транспорте. Премьер-министр Жан Костекс объявил, что действовать ограничения будут по меньшей мере три недели. К такому решению пришли после того, как в стране только за день зафиксировали более сотни тысяч новых заражений COVID-19. Отменили также массовые гуляния и традиционный фейерверк на Новый год. Многого в моей жизни эти новые ограничения не изменят. Но что я могу поменять? Особо ничего не изменится. Встречу праздник с друзьями, правда, не с большой компанией. Многие будут разочарованы тем, что не будет фейерверка. Особенно в Париже. Но я понимаю, зачем эти ограничения. Мы должны остановить эти заражения. Почти 215 тысяч новых случаев заражения COVID-19 в Испании. В Каталонии власти даже вернули комендантский час. А в столице, Мадриде, жители выстраиваются у аптек в очереди за тестами на коронавирус. В стране ограничили время работы заведений питания и спортзалов. И обязали всех снова носить маски. Очень много заболевших. Особенно у меня на работе. Многие взяли больничные, подхватив коронавирус. Только двое со мной, в том числе из пяти, чувствуют себя хорошо. Но на работе ситуация сейчас не лучшая. В Германии вступили в силу новые ограничения, анонсированные ранее канцлером Олафом Шольцем. В ряде земель закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха. Правда, не для всех. В частном порядке их можно посещать группами до 10 человек. И все должны быть привитыми от коронавируса. Кое-где вводится комендантский час с 22.30 до 5 утра. Правда, в новогоднюю ночь он начнется не раньше часа ночи. Быстрое распространение омикрона заставило власти Финляндии пересмотреть подход к выдаче сертификатов вакцинации. До 17 января в стране отменено их использование, что фактически означает закрытие ресторанов, баров, театров, кинотеатров и спортивных учреждений. Правительство страны посчитало, что сделанных прививок недостаточно для противодействия новому штамму, поэтому было решено восстановить ограничения. Вадим Крамор, Новости Украины. Редакция Новостей Украины продолжает подводить итоги уходящего года в разных сферах жизни страны – политической, экономической, культурной. Эти материалы вы увидите в следующих вечерних эфирах. А сегодня вспомним о знаковых решениях, повлиявших на социальную сферу, в том числе и о самых эффективных инициативах для внутренне перемещенных лиц и жителей Ордло. Семья Монаховых только что закончила ремонт в своей новой квартире в Одессе. После начала боевых действий на Донбассе им пришлось уехать из родного Луганска и искать новый дом. Подали заявку на участие в программе государственной льготной ипотеки для внутренне перемещенных лиц и выиграли возможность взять кредит под 3% годовых. Этого, говорят, ждали два года и были готовы подписать документы практически сразу. Держ Молоджетло, они же не рассматривают, вот мы вам подарим, да, они же рассматривают как взаимовыгодное сотрудничество и как партнерство какое-то. Поэтому там надо иметь и стартовый капитал, надо иметь и стабильный какой-то доход, надо быть адекватным человеком как минимум. В итоге, да, мы согласны, вот вам список документов, вот вам 5 дней, собирайте. Мы быстренько, шух, собрали документы. Всего за этот год льготные кредиты на жилье оформили около 7 сотен внутренне перемещенных лиц. Самым успешным стал совместный проект, финансируемый Германией. В следующем году участие в нем станет еще проще. Сроки сбора документов продлят, а возраст дома, в котором можно будет купить жилье, увеличат. Это даст больше возможностей жителям Донецкой и Луганской областей обрести новое жилье. Кроме того, в Украине формируется единый реестр ветеранов. Это позволит сделать услуги и помощь для них доступнее. В этом году новые квартиры получили более 200 ветеранов боевых действий на Донбассе. А уже в следующем государство выделит средства на покупку жилья для более чем 4 тысяч защитников Украины из самых уязвимых групп, прогнозирует в профильном министерстве. Из числа АТО, ВПО, это почти 3 тысячи людей, а также другие категории, это люди с инвалидностью первой и второй группы, а также члены родин загибших, что очень важно, за кого на данный момент мы обеспечиваемся к ним. В профильном же комитете Верховной Рады одним из знаковых достижений года называют отмену штрафов для жителей Ордло, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию через границу с Россией. Люди вынуждены так делать из-за блокирования незаконными вооруженными формированиями большинства пунктов пропуска на линии соприкосновения. В отмене штрафов за такое пересечение границы особенно нуждались абитуриенты и пенсионеры. И в конце лета парламент принял соответствующий закон. На данный момент все, кто это делает, выезжают на территорию РФ, заезжают до нас через гуманитарные подставы, автоматически не потрапляют под административное стягнение. Если мы будем сказать по цифрах, то с начала дела выезжали порядка 10 тысяч. В следующем году в правительстве планируют уделить больше внимания проблемам внутренне перемещенных лиц, в том числе и обеспечению их жильем. Об этом заявила в эксклюзивном интервью нашему телеканалу вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Мы сейчас идем на то, чтобы 2022 год оголосить роком житла. 20 миллиардов из нашего государственного бюджета будет зарезервовано под ипотечно-кредитные программы для внутренне перемещенных людей, из числа государственных службовцев, например, вчителей, лекарей, библиотекарей. Отже, мы поставили амбитную мету 3 тысячи квартир на следующий год. Побачим, как удастся. По данным Кабинета министров, в уходящем году выплаты по разным категориям пенсионеров повышали 10 раз. Для военных пенсионеров она выросла на 2 тысячи гривен, а минимальная выплата по инвалидности для чернобыльцев в среднем на 2300 гривен. В декабре же размер средней пенсии вырос до почти 4 тысяч гривен, а минимальная зарплата по стране увеличилась до 6,5 тысяч. Данила Кобза, Богдан Севко, Никита Бабенко. Новости Украины. Противоаварийные работы в костеле Святого Николая в Киеве планируют завершить в январе следующего года. После этого можно будет приступить к восстановлению одного из самых красивых зданий столицы в неоготическом стиле. К работам планируют привлечь лучших реставраторов. Чтобы очистить хрупкие элементы декора от копоти, используют немецкую технологию. Как возрождается архитектурная жемчужина столицы после пожара, журналистам сегодня показали впервые. Видела и наша Светлана Сыч. В костеле Святого Николая, который пострадал от пожара в сентябре этого года, проводят противоаварийные и восстановительные работы. Здесь уже установили металлические конструкции, на окнах поликарбонатные стекла, в самом здании убрали весь мусор. И сейчас чистят от гари и копоти хрупкие элементы декора на стенах и потолках. Чтобы спасти одно из самых красивых творений архитектора Владислава Городецкого, средства собрали предприниматели и обычные граждане. Всего 27 типов робот сейчас происходит, в том числе и уникальные. За великонемецким технологиям накрывается пиною шар на стенах и потом снимается для того, чтобы их можно было очистить от сажи. Всего было собрано 21,7 миллиона гривен от благодейников. Это абсолютно уникальный проект. И немецкие технологии и кошки, на которые сейчас отбываются антиаварийные работы, отбываются без залучения государственных кошек. В дальнейшем для реставрации фасадов будут уже залучены кошки бюджета. Мастера используют технологию бережной очистки без воды «Артамундит». Это пленка, образующая пилинговая паста для удаления пыли, сажи, копоти и других видов загрязнений, которые остались на стенах и потолке собора. Она не содержит растворителей. Технология, с которой работают в разных краях в Европе, например, с этой же технологией работали про очищение собора Сент-Пол-Кассидрел в Лондоне, або Шартерский собор в Франции, або Королевский палац в Бельгии. За месяц костюля Святого Николая также отремонтируют коммуникацию, установят защитные сетки, уберут навесные аварийные детали. Напомню, пожар здесь произошел вечером 3 сентября. Огонь повредил внутреннюю отделку здания, уничтожил орган, который называли одним из лучших концертных инструментов Украины. Новый орган в храме появится после реставрации уже в следующем году. Его решила приобрести католическая община. Здесь будут отправлять службы и устраивать концерты органной музыки. Для творческих коллектива построят новую концертную площадку – Дом органной и камерной музыки. Светлана Сыч, Юрий Шульга, Александр Хан. Новости Украины. Проект модернизации городских парков и скверов «Солидара» Донецкой области представили местным жителям архитекторы из Нидерландов. Инициатор разработки – платформа культурных инициатив Государственного фонда «Изоляция». Проект рассчитан на полную модернизацию зон отдыха и привлечения туристов, а также на создание инфраструктуры на одном из 60 официальных туристических маршрутов области в солевых шахтах. Территорию парка хотят обустроить велосипедными дорожками, пешеходными тропами и зонами для пикников. Голландские архитекторы не первый год работают в Украине. Свои проекты они уже презентовали в Харькове, Ужгороде и Мариуполе. В Мариуполе я был. Я впервые был в 2015 году, и мы побывали там две недели назад. И я был поражен, сколько всего там изменилось, и, может быть, в Солидаре будет так же. Мы ничего не знали о Солидаре, погуглили и увидели всю красоту, эту соль, и решили, давай это сделаем, давай поедем. В одной локации мы старались объединить спорт, туризм и при этом сохранить все природное наследие этого края, создавая локации в природных парках. С пожеланием видеть наши города ухоженными и в зелени парков я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. Больше информации, в частности, о вакцинации смотрите на нашем сайте и в соцсетях. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok